Приветствую вас! Вы знаете, у страха существует много, очень много наслаждений, у страха существует очень много каких-то целей, и у страха существует множество видов, множество форм, вот, и как правило, как правило, страх это, ну, такая сложная компонента, сложная смесь из, значит, желаний, из запретов, из стыда и так далее. Но я хотел бы вам отдельно упомянуть, отдельно указать, что в вашем случае, вот именно в вашем случае, что важно, страх абсолютно нормальный. В вашем случае страх, это вообще говоря, вот вообще говоря, в вашем случае страх это то, что защищает вас, то, что должно вас защищать вообще. Страх это в вашем случае то, что призвано, призвано уберечь от каких-то ошибок, от каких-то действий, действий, ну, таких, деструктивных, вот. И пока что, судя по тому, что вы описываете, да, пока что, я не могу сказать, что вы прислушиваетесь к своему страху, вот, я не могу сказать, что вы его воспринимаете всерьез, не могу сказать, что вы, скажем так, отдаёте себе отчёт в том, чего вы боитесь, вот, и я могу сказать, что вот на данный момент вы игнорируете, игнорируете, вы просто игнорируете свои страхи, то, что, то, чего вы боитесь. А этого на самом деле делать категорически нельзя, категорически нельзя, потому что, ну, потому что, ничего не указывает, абсолютно ничего не указывает на то, что ваш муж, да, поменяется. Знаете, вот, вообще ничего не указывает на это. А-а-а, и я думаю… честно, вот, я думаю, что… вам… надо… пересмотреть… Смотреть, вот, позицию, да, что вы позволяете по отношению к себе вообще, а что нет, и если мужчина, например, вам, там, допустим, обещает что-то, да, то есть, ну, говорит, там, про второй шанс, допустим, да, вот, про что-то вот такого типа, вот, если он говорит об этом, то обязательно должны быть какие-то решения по итогу, понимаете, обязательно должны быть какие-то решения, обязательно должны быть какие-то договорённости, какие-то действия мужчины направлены на то, чтобы такого больше не повторилось, да? То есть если человек обещает, да, там, поменяться, то обязательно должны быть какие-то действия, да, направлены на перемены. Вот. То есть это должно быть изменение поведения, это должно быть изменение времяпровождения, должно быть изменение досуга, изменение, значит, там, подхода к работе, вот. Если этого ничего нет, мужчина просто, как бы обещает, да, ну просто говорит, вот, типа, что, вот, я изменюсь, здесь, и всё. Вот. То это, конечно, абсолютно не вариант, абсолютно не вариант, его слушается абсолютно не вариант. здесь, ну, собственно, ну, как-то вот верить ему до тех пор, пока он действительно не докажет, не докажет, точнее, он мне даже не докажет, а не покажет то, что он готов меняться. Понимаете? То есть он меняется даже, не готов меняться, а именно меняется. И я думаю, что пока он вам не показал, что меняться готов, да, пока он вам не показал, что готов меняться. Вы вправе держаться от него на расстоянии, а вы вправе не доверяете ему. Это нормально. Это нормально. Это нормально. Понимаете? И здесь, вот именно в этом моменте возникает проблема. Вот это вот такое нормальное для человека желание себя защитить, да, абсолютно нормальное желание для человека себя защитить. , да. Оно упирается, оно упирается в страх потерять брак. То есть, по сути, в страх остаться одной вам. То есть, я, конечно, не знаю, да, то есть, я могу ошибаться, ну, именно вот в этом, да, я могу ошибаться, я могу быть здесь не прав. Но мне кажется, что вы боитесь остаться одна, и мне кажется, что вы не думаете, не верите в то, что, ну, в то, что сможете самостоятельно, да, справиться, значит, например, с дочерьми со своими, да, например, с хозяйством, если оно есть, там, еще чем-то, вот. То есть, вот так вот я думаю, что вы просто не верите, не верите в то, что справится. Вот. И страх, он здесь не перед мужчиной у вас, а страх, он здесь именно перед одиночеством, перед так называемой суровой реальностью, которая, ну, наступит, если вы не будете в браке с мужчиной, ну, с мужчиной, вот. Это, на самом деле, очень-очень печально, потому что, если я прав, то в таком состоянии вы не сможете выступать равноправным партнером, да, независимым партнером, которого можно уважать, которого можно цинить, которого можно принимать, которым нужно считаться, вот. И самое главное, что это разрушает уважение и влечение мужчины к вам. Это жертвенная позиция. Вот. Ну, а еще, как бы, в более долгосрочной, в более такой отдаленной перспективе, это влияет на ваших детей, на ваших, эм, так, на ваших дочерей, которые привыкают вести себя так же, как вот ведете себя вы, по факту. Понимаете? Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. А, то есть, преодолевать страх не надо, не надо преодолевать страх, потому что страх, в данном случае, это только чему однозначно стоит прислушиваться, это то, что нужно раскрыть, то есть, чего конкретно вы боитесь. Понимаете? То есть, боитесь ли вы мужчину, потому что вы ему не доверяете, боитесь ли вы, там, эээ, чего-то другого, да? То есть, вот вы даже не пишете, чего именно вы боитесь, вы боитесь, понимаете? Понимаете? То есть, тут может быть, эээ, ну вот, в первую очередь, разобраться именно с этим, чего боитесь, что вызывает страх, конкретно. Вот. И уже, соответственно, уже потом, после этого, эээ, можно будет, эээ, ну, что-то делать, да? Потом уже после этого можно будет, эээ, там, уже смотреть стратегию вашу, поведенческую, поведенческую. Эээ, дальше. Понимаете? Эээ, спасать брак, вот, вы говорите, да? Эээ, как мне, спасли брак. Эээ, знаете, вот, ээээ, спасать брак, это, вообще говоря, да, это, эээ, ну, не то. Эээ, это не то, ээээ, что, чем следует заниматься? Эээ, потому что, во-первых, смотрите, эээ, мультина поднимала от рук, так как бы, проявлял насилие. Это серьёзно, это серьёзно. Должны быть железные стопроцентные гарантии, что мужчины больше этого не сделать никогда. Как бы, не очень понятно, чем ваше чувство продиктовано любви к нему, то есть, проявление ли это силы, что вы любите мужчину, который поднимал на вас руку, да, вы настолько вот любящий человек, настолько человек с большим сердцем, что можете такого мужчину любить. Или вы человек слабый, который напротив любит, потому что боится остаться один. Вот это вот тоже очень важно представить, потому что если вы не начнёте вести себя сами, если вы не будете меняться, если вы не будете вести себя так, чтобы на вас можно было поднять руку, да, и если вы не будете ссориться с мужем, да, то есть, как бы, ну, не доводить до таких вещей, да, то есть, ответственность за то, что мужчина поднимал на вас руку, вот, это в том числе ваше. Не в том плане, что вы его провоцируете, а в том плане, что вы ведете себя как жертва, а, и б, что после этого дальше у него есть возможность повторить это. Понимаете? То есть, вы не показали ему, что это всё, это неприемлемая, это грамма, до которой нельзя выходить дальше. Вы не показали это ему. Это, конечно, вопрос. Вопрос это вот в первую очередь к вам. Блазо. То есть, спасать брак не нужно, брак это не тоже нужно спасать. Брак это вообще не относится к людям, как непарадакциально это звучит. Понимаете, как бы, вам нужно себя спасти, а, точнее, себя служить и себя найти, понять, как вы воспринимаете мужчину и какие посылы у вас к нему идут. Вот это важно. Это сейчас, это вот важнее всего сейчас, на данный момент. Именно это определить. По факту. Дальше. Дальше. Уже будет видно. Дальше уже будет видно. Дальше можно будет поговорить про женскую модель поведения, про личность, про образ мужчины, которого вы видите рядом с вами, про будущее, будущее детей, ээээ, про будущее ваших детей, то есть, какому будущему вы хотите для них. Вот, брат, все это уже можно будет дальше, дальше уже можно будет об этом на всем разговаривать. Пока. Пока что. Пока что, да. Ну, ну, вот мне не кажется, что это вообще имеет какой-то смысл. то есть, мы понимаем. То есть, спасать брак, пока вы пытаетесь подавить свой страх, это прямой путь к повторению ситуации. Мужчина, может быть, не будет вас больше бить, да, то есть, поднимать руку, но на целе, скорее всего, все равно продолжится только уже, ну, немножечко в другом контексте, да. Вот. Знаете, очень важно здесь не бояться просить помощи у других людей. Ммм. Вот. Возникает, эээ, часто возникает такой вопрос, да, что вот, ну, а вот, куда я уйду, да, то есть, как бы, ну, я готов уйти, а куда я уйду, я же не справлюсь, там, физически, все дела. Вот. А, помощь, просить помощи нужно, просить помощи у людей. Не бояться просить помощи у людей. Не бояться отказа в помощи, что очень важно в этой ситуации. То есть, грубо говоря, эээ, быть достаточно уверены, чтобы просить, просить помощь. Быть достаточно уверены в себе, чтобы просить помощь. Вот это то, что вам нужно сделать. Эээ, на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Эээ, по-хорошему, конечно, эээ, надо бы проконсультироваться с вами, да, по-корочему, надо бы поговорить с вашим мужем. Вот. Ну, то есть, с вами обоим, по-корочему, нужно поговорить. Возможно, поработать нужно и с мужем тоже. То есть, такую вот семейную, как бы, консультацию, да. То есть, я это так вижу. Эээ, сперва вы с вами, как бы, приходите, да, и просто, вот, ну, рассказывать общее положение вещей, как, чего. Ну, вот. Мы определяем, там, ваши проблемы, там, проблемы мужа. И дальше уже работаем с вами и с ним. Вот это вот не видится так. Не видится так. Либо, там, если удобнее, да, то муж работает, там, отдельно, да, с другим психологом, а вы, соответственно, отдельно, там, с другим психологом. То есть, я не говорю обязательно про себя. Я просто говорю о том, как... Только в этом случае можно спасти брак. Пожалуй, так. И здесь речь не о браке, а именно о... Эээ, именно о... Отношении. Эээ... Об отношениях. Точнее, между вами. Вот. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, Эээ... Эээ... Буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего... Самого доброго. И удачи. ... determination...